В Первоуральских лесах начали вырубать елки и сосны. И это абсолютно законная процедура, которую разрешает Белимбаевское лесничество. Благодаря ежегодной акции любой желающий может заключить договор с учреждением и украсить свой дом главным символом Нового года. Подробности у Виталия Мотина. Чем раньше, тем больше шансов найти самую красивую елочку. С таким настроем Андрей Костюкович перешел в Белимбаевское лесничество. Говорит, для этого даже взял выходной на работе. Поход за живым деревцем в канун главного праздника в его семье уже традиция. Каждый год мы здесь выписываем елочку и для ребят, для внуков все это домашняя обстановка, новогоднее настроение поднимает. А искусственные они все равно даже не смотрятся так, как настоящая елка. И небольшой аромат выдает, что это живая ель. Как говорят работники лесничества, приобретение главного новогоднего символа остается традицией у большинства ауральцев. Человеку достаточно написать заявление и заключить договор на вырубку елки или сосны. Вся процедура занимает не больше 10 минут. На сегодняшний день у нас отпущено уже более 150 новогодних деревьев. Ежегодно более 700. У нас и в прошлом году в первые дни очень много прошло людей и сегодня тоже. Любой житель Свердловской области может прийти либо в участковое лесничество, либо в головную контору, заполнить заявление, оплатить квитанцию. Пожалуйста, квитанцию оплачивайте по килокоду. А еще квитанцию можно оплатить в банке. После получения документа, где указано конкретное место для вырубки елки, просеки, лэп или газопроводы, можно смело брать топор, пилу и выдвигаться в лес. Здесь густой лес и деревья они сжаты, веточки у них коротенькие и вида нету. Идем дальше и где посветлее, там они попышнее деревья бывают. В качестве сопровождающего работник лесничества. Говорит, несмотря на то, что случаи новогоднего браконьерства в Первоуральске не регистрируются, каждую зиму в канун Нового года выходят в рейды. Осуществляется патрулирование лесов, то есть мы в том числе совместно с МВД, то есть выезжаем по местам, где наиболее часто люди заготавливают новогодние ели. То есть на открытых площадях, где более высокая освещенность, то есть близко к автомобильным дорогам. В лесничестве уверяют, чтобы не омрачать себе праздник, лучше заплатить по договору, чем за нарушение. Тем более цены на сосну или ель незначительные. В этом году один погонный метр живого дерева стоит 65 рублей 40 копеек. Ну, нашлась елочка на праздник. Будем сейчас отпилить. Разрешение на вырубку лесных красавиц действует ровно сутки. Те, кто сделает это раньше без договора или позже по истечении срока, получат не очень почетное звание браконьер. А в качестве, так сказать, бонуса штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Украсить свой дом живым деревцем на законных основаниях можно до 30 декабря включительно. Виталий Мотин, Андрей Волков. Новости. Первоуральск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...